Я хочу сегодня рассказать о некоторых свойствах третьих многочленов. И в частности, я хочу начать с того, что объяснить, по какой причине вот этот многочлен невозможно разложить в произведение двух многочленов с целым коэффициентом. А именно, многочлен деления круга на В частей, где В простой, не разложим. Это очень важное, на самом деле, свойство. Если честно, не разложим не только он. Все многочлены деления круга невозможно представить в виде произведения двух многочленов с целым коэффициентом. Но, там чуть-чуть требуется больше вам графических, ну, чуть-чуть лучше знать. Итак, они неразложимы, неразложимы с целыми коэффициентами, да, при любом натуральном n. То есть, какой берешь n, все равно будет неразложим. Я не хочу это доказывать. Кому интересно, возьмите любой хороший учебник, по-моему, и теорий чисел. Например, это очень хорошо написано в «Алмбре Унтервардена». Ну, в общем, в других книжках, в некоторых тоже написано. В общем, ребят, повторяю, советую воспрочитать «Алмбре Унтервардена». А я сейчас докажу неразложимость многочлена для простого числа T. Это гораздо более простой результат. Его можно без всякой такой серьезной алмы прояснять. Но на самом деле он важен. Он важен, потому что очень часто встречается именно ФПТ. И дело в том, что во время его доказательства будет сформулирован некоторый признак неприводимости, который тоже очень часто используется. Поэтому просто доказательство такое очень учительное. Я сейчас, для того, чтобы доказать эту теорию, о неразложимости вершины ФПТ, я сейчас вам должен напомнить некоторые предварительные сведения. Верну не то. А плюс Б в квадрате – это А в квадрате, плюс 2А в квадрате, А плюс Б в кубе – это А в кубе, плюс 3А в квадрате Б, плюс 3А в квадрате Б, плюс 3А в квадрате Б куб. Ну, давай я сразу перескочу. А плюс Б в пятом. А в пятом. 5А в четвертой Б, 10А в кубе Б в квадрате, 10А в квадрате Б кубе, 5А в четвертой и Б в пятой. Напомню, что такое коэффициент. Здесь из пяти по единице. Итак, так называемые численности сочетания. Объясню, откуда они берутся. Вот если вы возбудете многочин в пятую степень, то это на самом деле А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б. Понятно, как получается А в пятой. Надо из каждой скобки взять А. Как получается А в четвертой Б? Надо из четырех скобок взять А, а из одной Б. Так это и называется – выбрать одно место для квадрата Б. Здесь нужно выбрать два места для квадрата Б. Здесь три, здесь четыре, а здесь пять. Вот и получается, что количество способов число сочетания, то есть выбрать из пяти объектов, ну, нужно объяснить. Так вот, есть формула, которую разрешили бы и сейчас не обсуждать, о том, что число сочетания из n кубка это n на н-н-1, на n-н-2 и так далее, на n на кубка плюс 1 и разделить на кубка плюс 3. Ну, потому что, когда вы выбираете к объектов, значит, первый выбирается n способом, второй n-н-1, третий из n-н-2 оставшихся и так далее. Ну, и потом надо еще прописывать, то, что неважно, как при этом выбирать. Вот. Так вот, что из этого сразу следует? Если число n простое, если n равно нашему п, то смотрите, что у нас здесь в числителе. У нас здесь p, p-1 и так далее. Это значит, что все, ну, кроме двух последних, крайних единиц, первые, самые первые и самые последние, все числа сочетания делятся на простое число p. То есть, если n равно p, то в соответствующей строчке треугольных паскаля все коэффициенты, кроме двух крайних единичек, делятся на p. Это значит, что когда я возвожу любую сумму в p плюс f, то у меня получается, ну, конечно, а в p будет, конечно, b в степени p тоже будет, да, и плюс что-то, делящееся на число p. То есть, это называется сравнимо по модулю p. вот это мне сейчас очень важно. Почему мне это нужно? Потому что я сейчас возьму вот этот вот многочлен, многочлен деления круга, на p частей, и попытаюсь его чуть-чуть переписать. Поехали. для вас доказательства. Доказательства. fp это и от x я запишу как в степени p-1 разделить на x-1 это понятно. И сейчас вместо x я подставлю y плюс 1. Согласитесь, от того, что неизвестное на единичку сдвинулось, вопрос разложим многочатки или не разложим, не меняется. Значит, я пишу так, y плюс 1 в степени p минус единица деленная на y плюс 1 минус 1. И вот сейчас я применяю то, что записаны и формулы для того, чтобы посчитать. Надо y плюс 1 возвести в п эту степень. Что это такое? Это y в п плюс p y в п минус единица плюс и так далее. Это все будет делиться на п. В конце будет p y плюс 1 в степени p и еще минус 1. Ну, плюс 1 минус 1 сетей. И в знаменателе, кстати, плюс 1 минус 1 сетей. В знаменателе останется y. Марат, если я делю на y, то я получу окончательный ответ. y в степени p минус 1 плюс что-то делящееся на p плюс в конце у меня будет числем p. Ну, может быть, это немножко смешно выглядит, что я здесь, делящееся на p поставил просто тремя точками, а здесь написал p. Но вы сейчас увидите, что ничего смешного. На самом деле я сейчас сформулирую признак неприводимости Эйзенштейна. И по этому самому признаку мы быстренько сейчас докажем, что вот этот многочлен невозможно представить в виде произведения двух многочленов с целыми кефицентами. Итак, теорема. Признак неприводимости признак неприводимости Эйзенштейна. Делается вот так. Если p простое, если f это многочлен n-ой степени, а вот дальше внимательно смотрите, если при этом a n-ое не делится на f вот этот старший кефицент должен не делиться на f у нас это так у нас он равен динамить. Дальше все остальные все остальные делятся на f и f от x приводим то a-нулевое делится на b квадрат соответственно если a-нулевое не делится на b квадрат значит многочлен не приводим обратите внимание у нас последний коэффициент это p p не делится это собственно и дает возможность применить признак признать что ну итак f p от x записали через y подставив вместо x y плюс 1 и сейчас если мы докажем то у нас все будет очевидно потому что многочлен как раз попадает все коэффициенты кроме старшего делятся на p и вот признак если чтение утверждает что если бы многочлен был приводим если бы можно было предоставить это произведение в меньшей степени с целыми коэффициентами то тогда обязательно свободный член делился бы на p квадрат но он не делится значит не приводим доказательство крайне простое предположим что многочлен сумели представить в виде произведения то есть вот у меня есть какой-то а-н из-в-н а-н из-берга и так далее а-н из-а и предположим что сумели написать два других многочлен какое-то там и умножить на какой-то другой м разумеется м плюс к равняется м цк х 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 отлично господа смотрите вы прекрасно понимаете что а-н это произведение бм и ца согласны но старший коэффициент ранее произведение в наш кредит так замечательно но у нас условия а-н не делилось на значит эти числа что не делятся на на эти числа не делятся на б дальше вот если у меня и б нулевое и ц нулевое делилось бы на б тогда вы понимаете что а нулевое это же произведение б нулевое цен если бы они делились тогда оно делилось бы на b квадрат значит можно считать что одно из этих чисел что не делится на б ну давайте я подчеркнул не делящиеся на вот это не делится вот это не делится и вот это не делится а теперь давайте подумаем все ли уже поняли противоречия или еще не все еще раз вот у меня вот это не делится на а вот это между прочим что делится а вот делится коэффициент при x в первой степени он как получается произведением вот этих и плюс это делится на поэтому это не делится поэтому коэффициент при x делился на п что нам нужно делать чтобы чтобы это делилось отлично а теперь давайте подумаем про коэффициент при x квадрат он как получается ц 0 умножить на 2 плюс 2 но эти делятся поэтому чтобы х квадрат что должно быть опять делиться 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 но это не делится значит в какой-то момент либо до этого места дойдем либо раньше у нас возникнет какое-то место впервые когда не делится понятно вот представьте себе что у меня какое-то там c l l может равняться кому-то меньше c l t но при этом все меньшие то есть c l прямое c первое c l минус 1 все меньше делятся скажите пожалуйста при какой степени очевидно возникает противоречие l-1 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 l-1-1 l-1 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 Они делятся на P, поэтому все эти штуки делятся на P, а B нулевое, C или T, что? Не делятся. Давайте я еще попытаюсь по-другому объяснить, может быть, будет понятнее. Идея такая. Вы берете и мысленно переходите к сравнению по модулю P. Что это значит? Это значит, что у вас все вот эти вот чисто, вообще исчезают, они в ноль в раке есть. Остается просто x в степени n умножить на n. Здесь у вас возникает какой-то многочлен, у которого вот эти вот не нули, они на P не делятся. Ну, извините, так не бывает, потому что у нас просто вот по модулю P многочлены однозначно предлагаются на множители. Ну, в общем, это тоже надо знать теорему, конечно, что над полем вычетов по модулю P многочлены. Ну, как вы видите, над любым полем они однозначно отлагаются на множители. Но вот если на теорему не ссылаться, тогда вот так, как я сказал. Идея понятна в алюминии? Признаки приводимости впечатлений. Заметьте, пожалуйста, он применим к любой такой ситуации. И довольно часто он действительно помогает понять, что многочлены при победе. Хорошо. Хорошо. Хорошо.